И вновь продолжается бой с незаконной торговлей. Самовольно установленные киоски убирают с улиц. С начала года силами Самарской администрации город освободили от 150 павильонов. В планах ликвидировать еще несколько десятков. С 1 сентября это станет прямой обязанностью районных администраций. На общегородском совещании в мэрии Олег Фурсов настоятельно просит глав отнестись к этой работе как можно внимательнее. У нас есть реестр, мы будем осуществлять контроль безусловный и выводы будут сами жесткие. Я вам обещаю, механизмы контроля у нас есть, весьма эффективные механизмы контроля. Поэтому просьба очень серьезно к этому отнестись. Это ваше решение с 1 сентября. Никаких там провалов, никаких пауз нет. Вот есть план ликвидации киосков незаконных до конца года, вы его должны будете выполнить. Незаконную рекламу тоже отправляют в прошлое. Только за месяц демонтировали 120 рекламных конструкций. Сначала они поступают на хранение на склад, потом уничтожаются или их выкупают владельцы. Но они редко находятся, ведь в таком случае придется заплатить штраф. Утилизацию конструкции мы имеем право проводить в соответствии с регламентом после месяца хранения плюс 5 дней рабочих. С 29 мы начинаем утилизацию. Сейчас наши усилия будут сосредоточены на демонтаже рекламных конструкций, находящихся на частных территориях. Чтобы работа шла еще быстрее, глава города поручает наладить более тесное сотрудничество с полицией. Марина Матвеевична, Константин Головин. События. Хорошо.